У вас по расписанию должна быть вместо меня Марина Борисовна Байкина. Она будет у вас рада. Меня зовут Багурина Марина Анатольевна. До лета я была доцентом партии образовательных технологий и филологии в ГУИН-Инверсии. С сентября я доцент в кафедре филообразования в Академии филологического постеподобного образования. Вы вас поздравляете, потому что это движение в горизонтали. Почему? Вы работаете делиться своими. Так вот, я так понимаю, что здесь собрались преподаватели русского языка и иностранного языка. И поскольку у нас такой, знаете, филологический, я бы сказала, семинар, я начну, собственно говоря, сведение в ту тему, с которой я пришла. Я пришла вам рассказывать не о преподавании русского языка, не о преподавании иностранного языка. Я пришла рассказывать о тех детях, о тех людях, которым мы преподаем русский язык и иностранный язык тоже. Но прежде чем начать, я вот начну презентацию и сказать, откуда я ее взяла и с чем она связана, я хотела бы вас с вами поделиться теми наблюдениями, как, собственно говоря, говорят и пишут наши дети, выпускники, студенты. Ну, я думаю, что на каждом примере у вас найдется десяток в своем. Начинают просить за мной ужасно английский. И поскольку я эксперт по русскому языку и по литературе, из года в год мы проверяем сочинения. И вот я помню, что несколько лет тому назад, когда я еще была таким начинающим экспертом, там преподают, как вы знаете, экспертами по русскому языку и по литературе, являются не только учителя, но и музыкские преподаватели. И среди нас была такая очень интеллигентная, такая в пожилом возрасте преподаватель из гиперметрологического института. Ну, такая очень любезная, знаете, с этими оборотами, будьте любезной коллеги, можно восприниматься вашим словарем, не подскажете ли мне. И на третий день эта интеллигентная тюрбургская дама встает с таким брюком, отодвигает стул и говорит, я не могу это читать, нация гибнет. Чтобы вы поняли, о чем она говорит, придут и нет. И с реальным сочинением. ЕГЭ по литературе. Тема «Братья Кирсанова. Отцы и дети». Фраза такая. Прошу прощения. Я запускаю. Не надо ее записывать. Мы ее запомним. У Николая Петровича слабый, мягкий, вялый. Точка. Так, не знаю. У Павла Петрович твердый, жесткий, властный. Точка. Нрав. Точка. Ну, это неоправданное использование партиллятия, как мы понимаем. И ЕГЭ по литературе, да. Тема «Дуэль в русской литературе». Дуэль бывают разные. Бывают на шпагах, на пистолетах, бывают на пулях. Летит пуля смерти и поражает каждого на своем пути. Как она поразила Амегина, Леонского, Кушкина, Ермутов и многие другие. Зато какая образность. Или. Печенец приезжает от Духомеда в каждой дочи стоит. Он укралок Белу, рассорился с Максимом Максимовичем, распрезерался с книжной Малией, убил к Кухнинскому, тираничил и себя отдохнул. Или езжебет по русскому языку. Пример. Там можно приводить пример из литературы или из жизненного опыта. Пример такой. У медсестры, по-другому, не было ни ножа, ни стапели. Тогда она по бороду себе все. Начала отбрезать зараженное место. Но очень меня, так сказать, поражает, например, вот такое почти полностью помню это сочинение. И мы там заняли там девчим, оно небольшое. Называется «Анализ творчества одного из поэтов серебряного века, в скобочках по выбору лепестника». Мой любимый поэт – Сергей Иванович Есенин. Он все время писал про Руссию. А с Руссией у нас давно уже что-то не так было. Еще со временем князя Вадимира «Красное солнышко», когда тот стал перейдеть в российскую азбуку. А русская азбука – это не просто алфавит. Каждая буква что-то значит. А, А, В, Буки, Соболин, В, Единцев, до доброго дошел. Я дошел. Значит, про… ну, там, «Счастья не могу». Конец сочинения. Да, восклицательный знак. Я и забыл про Сергея Ивановича. Я его читаю, ты буду перечитывать. Понимаете, когда, вот, когда, ну, читаешь эти сочинения, причем, а сколько я эксперт ЕГЭ 2009 года, как-то, понимаете, ну, такой же армейный, да, армейный. И первые сочинения, ну, когда ввели ЕГЭ как обязательный интернет, ЕГЭ по русскому языку, они были ужасны, откровенны. Например, там можно было прочитать такое. Я вообще не знаю, что писать. Надо мной стоит препод. Отойди, дура. Я вообще не понимаю, что это ЕГЭ по русскому языку. А, вовсе не понимаешь, что писать. Ничего. Сейчас таких сочинений уже нет, слава богу. Сейчас вот такие сочинения встречаются. Конец сочинения. Дорогой экземинаторчик. Кривис для экземинатора. Мне очень нужно поступить ввоз. Пожалуйста, позвони по телефону 8-911, договоримся. Ну, вот кроме такой простоты, которой обладают наши дети, потому что я не могу себе представить, чтобы я в 17-16 лет, мне пришло в голову такое написать сочинение вообще. Кроме вот этой вот, ну, как сказать, фуримлярности, сокращения дистанции, но, которая присуща вообще нашему времени. Ну, потому что, правда, это другое время. Огромное количество этих, почему-то, грамматических ошибок говорит на начале. О том, что несформированная, ну, несформированная речь, на самом деле, свидетельствует о том, что несформированная структура сознания. Потому что человек говорит и пишет так, как он думает, как он осознает. И хотя в этом отношении нашему времени тоже трудно чем-то похвастаться, мы росли, правда, в другое время, и там были другие особенности. Но вот это, я бы сказала, такая вакханалия, отчего их ошибок, когда ребенок даже не понимает, что его фразы имеют превратный смысл. Ну, пересказ учеником родственского класса, пересказ учеником родственского класса, очень знаменитый его когда-то, сейчас уже давно-давно не исключается в школе, почерк-то Горького и Ленина. Помните, те, кто, как и я, продукт советской эпохи, тот, кто, как и я, родился в прошлом веке, помните, мы это изучали. Помните, там было вот тут, в этом архите, там, и человек, значит, знал, что это смысл, что там было комфортно, не сыро, не сыро ли там. Вот в пересказе детей фраза звучит так. Ленин так любил Горького, что придет ему в гостиницу, тут же бросился на кровать, и тут просто. Что же, что же, что-то? Тут же бросился на кровать, и тут просто. Понимаете, есть еще более, я бы сказала, какие-то явные и страшные, ну, на мой взгляд, кроме того, что это просто неловко выражено, кроме того, что это, ну, двусмысленно звучит, как с Николаем Петровичем, Павлом Петровичем, да? И они не понимают этого. Есть еще более такие, я бы сказала, я даже не знаю, вот приводит ли под видеокамер вот такие примеры. Несколько лет тому назад был вот такой демонстрационный вариант ЕГЭ по русскому языку, висел на сайте ФИПЕ, и там был такой большой текст, по которому ребенок тоже написал сочинение, отрывок из романа Леонида Леонова «Русский лес». Ну, само по сниме, конечно, не для единственных классов, особенно для наших. Там смысл этого отрывка, две подруги, одна видит, что другая грустит, у нее молодой человек на фонте, и она думает, что с ним что-то случилось. И там, после такого смущения, ей под большим секретом показывает его письмо. А письмо такое, что они отступают и отступают, и он не может смотреть в глаза местным жителям, потому что они не дают бою, они отступают. Ну, то есть нашим детям нужно долго объяснить, почему она это письмо держала в секрете, что за старинские времена это были. Но там есть такая фраза, что «Мы отступали, никогда не забуду». Нам встретилась девочка, маленькая девочка, ее приучили в прекрасную армию, и она научила нам в ней букетик цветов. Есть букетик цветов, хранен у своего сердца. Я думала, чтобы повзрослеть и стать мужчиной, понадобится долгое время. Но этот букетик в одну минуту превратил меня из мальчика в мужчину. Ну, а мы с детьми прорабатываем это текст, и я говорю, ребят, как вы понимаете проблему этого текста? Приготовивали, знаете, песню «Охуджало», вы слышите «Крохотец Павель», вот это все, и женщины там в затылке наши бритые глядят. Мальчик такой говорит, я знаю, Марина Толина, в чем-то там проблема в этом тексте. Этот, герой этого отрывка износил маленькую девочку. Я говорю, ну как это? Он говорит, ну там же написано, я в одну минуту стал мужчиной. Понимаете, когда у нас ребенок не просто не понимает каких-то слов, ну, поскольку у меня тоже, кроме того, что такой педагогический опыт со студентами, большой опыт с учениками. И я вижу, что современное поколение детей не знает, ну, блин, она заняет цветов, птиц, трав, понимаете, и ходит в недоумение слово «вереск», что это. Ну, вообще они плохо понимают текст. Но чтобы до какой степени не понять, понимаете, возникает вопрос, что это за поколение, с которым мы ими делаем? Тут, конечно, каждый из вас, исходя из собственного опыта, может ответить. Действительно, это поколение в каком-то смысле по отношению к нам немножко и на планете. Мы родились, выросли и жили в одной стране. Потом на наших глазах трижды эта страна претерпела огромные изменения. И теперь мы имеем дело с детьми, которые принадлежат к так называемому информационному обществу. Когда я обучалась вводению этим прибором, у меня на это ушло немало сил, нервных и всяких. Тут бывает, знаете, дошкольник, он не может объяснить, как он быстро нажимает на кнопки. И в этом, конечно, мы принадлежим каким-то совершенно разным видам человечества. Знаете, рассказывать историю про двух- или трехлетнего малыша, который разглядит, смотрит в окно, и с той стороны стекла садится бабочка. И он делает руками такой жест, расширяя его. Ну, лучше. Понимаете, это другой сценарий, как в телефоне, как в компьютере. С другой стороны, получается, что то, что нам казалось совершенно естественным, оно стоит само собой разумеющимся. Что нельзя чего-то писать сочинением. Например, нельзя в сочинении ругаться, прониться. Вот у меня в прошлом году мальчик Ваня спросил. Ваня Анатольевна, можно я в сочинении вырубалась матом? Я говорю, Ваня, а зачем? Он говорит, ну, Маяковскому можно, Есенину можно, а мне что, нельзя? Я говорю, Ваня, давай начнем с того, что ты не Маяковский, не Есенин. Потом они ругались матом не просто, чтобы ругануться матом, а потому что у них это вот в стихах это было простее. А ты для чего это? Ну, я тоже хочу самовыражаться. Понимаете, и я как учитель на самом деле в тупике. Ну, то есть, конечно, я нашла ему слова, и я ему сказала, знаешь, Гури, есть какие-то вещи, которые человек вообще-то скрывает от других. Я говорю, когда мы ходим в туалет, обычно мы с собой дверь закрываем, обычно на чеку, а ты хочешь, что сделать публично, и давай вперед. Потому что это то же самое, что с инстаром выставляют. Ну, понимаете, есть какие-то, еще раз повторяю, какие-то вещи, которые, наверное, мы должны понять. Теперь вот про эту презентацию, с которой я вам подошла. В отличие от моего коллег, который будет рассказать о преподавании филологии, я пришла, так сказать, собственно говоря, про объект обучения. Эта презентация, мною была взята, она не манер, она была взята полтора года тому назад, была такая у нас конференция «Ребенок в современном мире». На ней выступали психологи. Сделана эта презентация по материалам исследования Российской академии образования и Российской академии медицинских наук. Но потом, многие положения из этой презентации я нашла, есть такой очень знаменитый сейчас, ну, очень популярный, другим словом, психолог Дмитрий Пильдштейн, да, он пишет о проблемах современной молодежи, кто такой современный подросток, и часть слайдов, результат, ну, и так, кто же он, российский рекордов XXI века. Вы читаете, я буду вот рассказывать, как бы пояснить. Дело в том, что действительно, 90-е годы XX века, это было очень сложное время, в том смысле, что, ну, и в образовании это было такое, я бы сказала, непростое период. И в 90-е годы никто не исследовал детей дошкольного и школьного возраста. Систематические исследования начались с 2005 года. И отмечается, что вот уже в начале XXI века можно говорить о резком снижении когнитивного, интеллектуального развития детей дошкольного возраста. Связано это с тем, что в 90-е годы фактически была развалена система практикообразования, специального образования, в том числе и дошкольного образования. Да вообще, честно говоря, образование было сильно поколеблено. А все, что не сделать, такая, сейчас мы кривали реформами. Так что за последние 10 лет ни в одной области народного хозяйства не было столько реформирования, столько образования. Только за последние 5 лет отмечается, что указов, указов, приказов и подуказов было выпущено 59 штук, всего, того, что касается образования. Дошкольного, школьного, высшего и так далее. Так вот, та система дошкольного воспитания, которая существовала в советское время, фактически рухнула. А она делала такую огромную, ну, какую-то незаметную, может быть, глазу или, там, родителям, работу по социализации ребенка. Потому что возраст от 3 до 7 лет – это важный возраст для того, когда человек пробует границы своего «хочу» и «должен», границы своей свободы и свободы других людей, когда он должен себя социально утвердить, когда он должен выработать основные навыки эффективного общения. И если этого не сделано, казалось бы, такие педагогические вещи, оказывается, страдает интеллект. Ну, тут я чуть-чуть. Линейное визуальное мышление – это первый этап развития интеллектуального мышления. Структурное мышление развивается на линейне. И то, что наши ребята сейчас во многом плохо понимают на себе математику, да и русский язык, который в основном очень аналитичный предмет, связанное с тем, что у них просто не развиты эти структуры мышления. психологи пишут, что до 5 лет физическая активность ребенка и его интеллектуальное развитие напрямую связаны. Чем больше ребенок двигается, играет, прыгает, бегает, играет в прятки, в скакалку, там, с мячом, тем лучше у него развиваются, ну, вот, все эти мозговые структуры. После 5 лет происходит развитие так называемого компенсаторного механизма. Ребенок, который был слабым, физически много болел, не очень развитым. После 5 лет он может начать, наоборот, хорошо учиться, раньше читать, чем более сильный и такой развитый физический ребенок, потому что включается механизм компенсации. И вы, наверное, если у вас там есть дети и внуки, наверное, замечаете, что бывает, что ребеночек там какой-то, вот он, ну, такой, знаете, как стебелечек. А память хорошая, речь хорошая, пишет хорошо, знает хорошо. Это потому что включились вот эти механизмы. Но до 5 лет энергичность ребенка и активное движение очень влияют на его общее развитие. В частности, сужение вот этого, этой энергичности связано с тем, что современный ребенок мало играет. До 7 лет ведущей деятельностью каждого человека является игра. Причем, ну, как-то, каждый ребенок вырастает. Сначала там есть предметные игры, причем очень простые. Поколотить там колотушкой, республику собрать, пирамиду собрать. Потом начинаются игры с игрушками. Потом начинаются сюжетно-ролевые игры. Вообще до 7 лет ребенку полезно побывать в роли продавца и покупателя, водителя и пассажира, врача и пациента, маму и дочке или там, ну, и так далее. И тогда это приводит к тому, что в школьном возрасте развивается сюжетно-ролевая игра со сложными правилами. Ну, включая спортивную игру, там, баскетбол, там, и так далее. Или, как в нашем детстве, там казаки-развойники, там, Надо было запомнить правила. Вот это нарушать нельзя. И вот эти правила, игры по правилам, нарушение правил, потом наказание за нарушение правил, такая система штрафных очков займет. На самом деле тоже развивают у ребенка очень много чего. Потому что, потом мы увидим слайд, на основе вот этой игры развивается вообще учебная деятельность. Но, в частности, там потом тоже будет, я еще раз скажу об этом. Когда надо запомнить правила по русскому языку и его принимать. Теперь про мотивационную, потребностную сферу ребенка, а также про воле и произвольное. Слово воле это не синоним свободы, а слово воле имеется в виду волевое, активное, такое начало. Вот мотивационно-потрезвостную сферу. Внимание, в целом И это нашли, капожа irgendwожая. Мы сидим спокойно, продолжаем. Все начинать руковighty. Город сотрудников иinylчайшихся на площадке желания дворях улицы. Подсмотрите. у нормального романтического человека развиты примерно одинаковые три модели модельность долга или обязанности я должен и ощущение своих возможностей я могу теперь смотрите как раз вот у поколения как и я родилась вот эта сфера желания у нас была недоразвита или переразвита смотря как с какого бога на это заменится хочу помните поговорки того времени много хочешь более того все что мы хотели хотели для новых туфель или новых игр или новые сумки или нового платья или цветного телевизора или про компьютер никто не думал тогда в голове не было такого что можно было поехать за границу мы даже не хотели было за пределами вообще возможного все что мы хотели было с большим большой трудностью воплощения в жизни это было нереально или там чтобы там купить хороший нужно было два или три часа простоять за ними помните был этот слот выбросили выбросили игрославские туфли понимаете и вот ты стоишь два часа достанется ли тебе твой размер это непонятно поэтому у людей нашего поколения вот эта сфера недоразвита зато у людей нашего поколения очень развитая сфера более того у людей нашей профессии она еще более развита потому что мы вообще всем дорожны мы должны себе мы должны начальству мы должны нашим ученикам понимаете помните тоже поговорки раньше думая о роде и потом о себе сам погибает товарищи выручает партия сказала надо там самого ответил есть это все на развитие чувства долга поэтому у людей нашего поколения вот этот чудесно равносторонний треугольник он выглядит примерно вот так и наше могу ощущение наших возможностей у нас двояко часто человек нашего поколения чувствует себя бессильным что-нибудь изменить на его глазах произошло столько перемен которых он ни с ним ни духом не был виноват и когда ему ничего не зависело что люди нашего поколения обычно уже ни вошло не верят и в этом смысле какие-то полные футболисты с другой стороны именно потому что большая была вот эта вот сфера она все время у нас прорабатывалась и прорабатывается люди которые так выросли знают что вот я такое двигаю стоит и вот здесь я царь бог и воинский начальник и вы будете делать так я скажу потому что я-то знаю разницу между приставками я-то знаю как вас научить английскому языку я-то знаю вот это правило поэтому слушайте сюда и смотрите на меня и уж где где там может быть там знаете на на участке выборов я наверно ничего не изменю но здесь зависит многое от меня теперь посмотрите современные дети я сейчас пропускаю поколение 90-х годов там вообще как понимаете вот это было мало вот это было мало теперь современный ребенок он вырастает с огромной сферы желания более того ребенок растет с тем что он еще не успевает пожелать а родители ему уже купили он еще не знает что ему надо играть в лего а у него уже есть лего он еще не знаю что есть на свете развивающиеся развивающие какое-то там мышление игрушки а родители уже узнали и удали потому что родители наших детей это как раз у детей 90-х годов у них вообще будет поэтому они не доиграв свое детство компенсируют это своим детям знаете сейчас я посмотрю на часы сколько у меня времени на всякие примеры некоторое время тому назад несколько лет я слышала интервью с Саней Тайцуй и она как-то так говорила про свою семью про своего сына и она ему спросила как-то сыночек где ты хочешь встречать на уголь там-то там-то ну типа Швейцарии там да ну где хочешь со своей мамой а у меня одноклассники говорят что дома так хорошо понимаете это перекормленное в чем-то детство вот вы вспомните какую-нибудь вещь которую вы сильно желали в своей юности или в своем молодом обществе вы вспомните что у многих от нас это было сопряжено с тем что либо надо было хорошо учитывать и заслужить это или копить долго на эту понравившуюся вещь но учиться этому делу у этих нет понимаете оно даром не дается более того как обычно ребенок обращается с вещью ну например поиграл немножко раз и убросил ее никакой ценности в этих подарках той которую предполагают родители нет зато у них вот эта сфера очень маленькая поговорка современного современного ухода ученка я никому ничего не должен более того они так вырастают что все им должны это учитель должен научить это преподаватель должен поставить и когда преподаватель тоже возмущенным нашего возраста преподаватель спрашивает кому это надо мне или тебе ну довольно часто можно сказать вам наглый ответ но это понимаете совершенно в духе вот их взросление поэтому у них у них тоже когда дело доходит до ощущения своих возможностей оно у них тоже дворяко с одной стороны нереалистическое ложное представление всемогущества но часто оно основано не на том что я могу а что мой папа или моя мама все сможет да ладно как-нибудь рассосется да как-нибудь все это устроится да ничего не надо делать с другой стороны когда ребенку нашему ученику или уже студенту потому что все что я говорю относится к людям до 20 лет примерно до 22 лет когда ему приходится самому что-то делать и он должен отвечать за сделанное то я не говорю что все такие дети дети разные но часть из них не умеет доводить дело до конца не умеет нести ответственность за свой поступок в лучшем случае иногда чего-то в себя виноват ну вот видите такой 17 лет простите я больше не буду вот что значит недоразвитие мотивационно-потребностной сферы вот теперь про русский язык ну про иностранные дети внутренние державные правила оперирования в плане образа это то на чем построено обучение русскому языку как вообще любые правила допустим по русскому языку ну правила у нас есть и профографические они бывают двух типов констатирующие например не сбоку или регулирующие правила которые начинают словом что были лиц чтобы проверить государственную гласную корни слова нужно подобрать одновременное слово или изменить слово так чтобы одновременно падало удаление так вот это есть данные действия а с ним справляюсь сейчас не более десяти процентов детей 90 процентов детей не могут удержать это правило в голове его последовательность и тем из нас кому повезло вырасти в советскую эпоху при нашем там не буду сейчас хвалить во всем это образование оно не такое что уже идеальное но смотрите как вообще развивается грамотное письмо оно состоит из нескольких этапов сначала человек воспринимает правило понимает его потом несколько раз лучше будет 21 и более тренируется потом когда вот это оперирование в плане образом становится автоматическим правило забывается и переходит в автоматический навык грамотное письмо но поскольку программа сейчас другие более того мы работаем особенно в пятом и шестом классе уже по федеральным государственным образовательному стандарту который вообще построен ну как говорят там прекрасные цели замечательные задачи в этом стандарте просто он построен вопреки возрастом психологическим особенностям когда ребенок учит по математике оперировать иксом а аналитическое логическое мышление развивается нормальничка после десяти лет или когда в первом классе ребенку показывает транскрипцию это слово мороз и он видит на доске мороз вот и мыть он будет пятьдесят грамм это слово ну вывод вы прочитали я его комментировать не буду поэтому просто знаете что в каком-то смысле мы приучены лучше учиться чем они ну я наверное в другом месте скажу про вот этот чудесный прибор еще автоматические навык рамотного письма и вообще многие филологические умения они основаны на том что между правым и левым полушарием формируется такое образование которое называется не единого мозга оно формируется если ребенок пишет начинает формироваться еще в дошкольном возрасте и формируется мисс прописи с написанием палочек и крючок и чем больше ребенок тренируется в написании палочек и крючок в рисовании обрисовке квадратика в тетради в клеточку вот это основа формирования навыков письма ну я думаю что каждый из вас приведет пример как сильно используется почерк среднего ученика среднего студента за последние лет 8 наверное а отсутствие графических навыков тонкая моторика руки которая пишет и тонкая моторика руки которая пишет которая нажимает на кнопки это разные виды деятельности когда человек нажимает на кнопки у него отмеренный носик не формируется и отсюда появление такого огромного числа детей современных у которых дисграфия и дислексия дисграфия когда ребенок не может писать драмотно дислексия когда он читает и не понимает что читать не может пересказать текст я вот иногда думаю про учителя иностранного языка вот если у нас русским языком так плохо вот у меня там в один классе сейчас шесть человек дисграфик из них пятеро не понимают что читать то есть он каждое слово произносит а когда я его прошу пересказать он не понимает что прочитать я думаю интересно а вот на иностранном про недостаточную социальную компетентность четверти детей младшего школьного возраста иллюстрация такая раньше когда дети ссорились между собой они между собой мирились или дрались или в классе была стенка на стенку или были разные конфликтующие группы но они решали эти конфликты за мир а теперь у нас что и происходит два мальчика подгрались хорошо хорошо если они могут побежали к учителю а часто бывает так один малыш обидел другого тот пришел домой и сказал мама меня побили и мама начинает сразу хорошо если она директору школы позвонит она бывает сразу за правом звонит или подает в суд и это все вот из-за этого потому что возможность ощущение возможности это ощущение своей ответственности за женщину я могу решить эти проблемы а если только четверть детей может решить но и потом простейшую формулу эффективного общения которая еще закладывается в детском саду знаете какая она она выражается формулой ты дурак ты сам дурак надо ответить адекватно но понести агрессию если тебе сказать ты дурак а ты в ответ кулаком это повышаешь агрессию а надо понести вот если ты можешь это сделать все дальше а социальное будущее в этом мире обеспечен про 30 процентов самостоятельных решений тоже расскажу в примерах собственного опыта знаете я когда-то там черепа портила 30 лет тому назад закончила тоже герцена и пошла работать в школу в связи в собственном районе и понятное дело что тогда же у нас не было ни интернета ничего мы копили материалы диктанты там выписывали их мне был любимый диктант на чередующий согласный от корней слов граф Ростислав Зарянский сдавал ростовщику он не знает какой найти выход и вдруг мысля задела полу-богу граф он отмахнул пирог чернилицу сел к столу и начал писать и я давала детям чтобы они закончили какой выход нашел граф ну в начале совсем полом юности я еще требовала чтобы они дописали это продолжение с использованием тех же слов с идущимися гласными ну помудрив лет через 6-7 я просто давала чтобы они просто писали продолжение и знаете какие были выходы вот что писали дети граф вспомнил о богатой тетушке которую много лет не писал граф решил посватываться к богатой наследнице потом там еще в тексте диктанты Меликова Корова который у него макалов вот в острове дорожный канал в 90-е годы часто был такой выход графу что он завести животноводческую ферму 4 года тому назад я пришла в кадетский корпус при МЧС и тоже мы стали повторять все и тоже давай этот текст знаете что я получила примерно половина из 60-ти продолжение диктанта было такое граф решил покончить за самоубийством заманить ростовщика убить его ободрать шкуру с коровой там дальше расписывается как расчтение черномяс плюс я как преподаватель русского языка когда давай диктантик и читаю фильмы уншесов которые написаны примерно в моей работе и когда я полтора года назад побывала на этой конференции думаю да это на самом деле так это и правда ну чем причина я второе прочитаю начало школьного возраста время просмотра достигает 10-12 тысяч часов более 60 процентов родителей проводят досуг с ребенком перед телевизором у каждого десятого ребенка дошкольника все свободное время проходит у телевизора в результате возникает особая потребность экранной стимуляции знаете какая вот я на чехолочке я не знаю как у вас у нас в детском корпусе отбирают телефон а с другими с которыми я сталкивалась сидит пяти шести семи неважно какой классник у него лежит прибор вы знаете как будто он все время работает как будто он играет на бирже у него повышение или у него там медикаминные производства которые нельзя знать он все время с этим прибором студенты которых я учила понимаете у них у всех и но тут может быть надо порадоваться тому что современные эти наверное уже как Юлий Цезарь ее делали вместе но мне все равно кажется что они меня плохо слушают когда он все время там они вообще не слушают они еще в тетради записывают просто фотографируют доски когда говоришь пишет тетради да зачем здесь фотографируют у меня все в телефоне каждый лист а между тем еще раз когда человек пишет и когда учитель проговаривает когда он видит доски у него работают три вида памяти а когда он фотографирует никакого вида памяти более того хотела вспомнить как мы с вами учились особенно в наших учебных заведениях помните написание диплом ты идешь в библиотеку ты набираешь кучу книг ты передействуешь книги из них не все подходят тебе по теме это долгий поиск потом какие-нибудь две книжки подошли ты их прочитываешь все потом ты идешь к следующим понимаете вот этот поиск информации приводил к тому что ну можно я такую метафору если я позволю у нас формировались отрастали и укреплялись интеллектуальные зубы а та информация которая подана сейчас как администрация та информация которая дается через интернет она уже кем-то обработана но если продолжить метафорический ряд для того чтобы нам напитаться мы должны были там найти пищу приготовить ее и съесть а эти дети они живут уже пережеванные кем-то поэтому объем рабочей памяти конечно резко уменьшился память как механизм запоминания воспроизведения у современного ребенка работает правда Бог ну и поскольку они все все время с экраном и они виртуальном мире то конечно растет роль растет у них ощущение отверженности одиночества незащищенности непонятости а вот во второй строчке слово тревожность но при этом тревожность и так далее слово тревожность здесь используется не в прямом значении как у каждого нормального человека время от времени мы ощущаем тревогу и беспокойство по-разному слову тревожность используется как психиатрический термин вот в этом значении тревожность это начало психиатрического заболевания и оно вышло на второе место 12-15 летних подростков и и в этом в этом и 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 эвакуации и табличками выхода. Внимание! В одном из помещений произошло загрязнение. Просьба без паники покинуть помещение, пользуясь схемами эвакуации и табличками выхода. Внимание! В одном из помещений произошло загрязнение. Просьба без паники покинуть помещение, пользуясь схемами эвакуации и табличками выхода. Внимание! В одном из помещений произошло задумление. Просьба без паники покинуть помещение, пользуясь схемами эвакуации и камничками выход. Внимание! В одном из помещений произошло задумление. Просьба без паники покинуть помещение, пользуясь схемами эвакуации и камничками выход. Внимание! В одном из помещений произошло задумление. Просьба без паники покинуть помещение, пользуясь схемами эвакуации и табличками «выход». Внимание! Посмотрите, поскольку объем рабочей памяти у современного ребенка несколько сокращен, и это факт. Более того, вы читаете, я другое буду рассказывать, произошли изменения во времени и избирательности внимания. Раньше концентрация внимания школьника на уроке среднего подросткового возраста, 12-15 лет, измерялась 12-15 минутами. У школьника 15-16 лет концентрация внимания на интересном уроке, на интересном учителе, во время прохождения трудных тем, могла сохраняться до 20 минут. Сегодня у всех классов, но только у начальной школы немножко по-другому, предельная концентрация внимания, во время которой ребенок может слушать и воспринимать на все, в 4-5 минутах. В 3-4 раза, то есть через 4-5 минуты нужно подвигаться, обменяться словами, посмотреть на свой телефон. Они не могут просто дольше концентрироваться на каком-то материале. Ну, тут же понимаете, вспомните, пожалуйста, как мы смотрели с вами кино. Ну, присвободиться на 12-м, дарим весны. Фильм длился час двадцать до программы «Время» в правильном тайме. И, для ослабленного внимания, наша страна следила за перипетиями жизни разведчих-персиловцев. Сейчас, через каждые 5-6-7 минут, иногда еще общение к вам. Ну, во-первых, конечно, уже и наше внимание тоже сейчас стало другим. Мы сейчас тоже не можем долгое время концентрировать внимание. Но все-таки люди, наученные, как мы с вами, контакты, у нас этот процесс дольше, а у нас нет. Поэтому советую развивать как там можно. Но в классе этого не делится. Это можно одеваться с уроком приятного ребенка. Нет шанса, не очень прищения. Будем рисовать песни, 5-6-7 минуты. И все, и все, и все, и все, и все, и все. Теперь, про первую строчку я очень быстро объясню. Какое-то время население нашей страны сильно подросло. Люди моего роста, как говорят, я не знаю, особенно женщины моего возраста, мои комплекции, были модные в 60-е годы. Помните, такая была, известно, артистка Надежда Альмятева, да? Да, да. И которая играла таких девочек-карандашиков такие. Вот потом народ стал вырастать. Ну, кормить стали лучше. А сейчас рост приостановился. Как бы население выросло, сейчас поменьше. Но хуже всего год. Во-первых, в стране психических заболеваний возрастает каждые 10 лет на 10-15%. А во-вторых, проблемное течение психического развития в антогенезе, значит, когда ребенок растет, все больше появляется проблемных детей. Ну, вот это меня просто потрясло. Больше пяти, больше пятой части детей, у них психическая недоразвития легофриния, то есть они не обучают. И примерно у третьей психопатии. Это медицинский фан. Мы имеем дело с такими детьми. А у вас разве они не грубят, не кричат, не истерят? Ну, верно. Не постачься у нас. Наверное, они это перерастает. Немножко, да. Я бы с этим делала, что я не шла. Я не могу, что я не помню. А у них уроки были, а тут два урока спали. Они не могут высидеть 45 минут, а тут получается час тридцать себя. Тут, наверное, какие-то поводы ищут. Я говорю, что такое? Постоянно отвлечься, куда-то сходить, что-то поговорить по телефону в коридоре. Но зато вот это. Вы читайте, а я вам расскажу тоже всякие интересные шутки. Вот слово «сочетание одарённые дети», принятое в нашей стране и сейчас такое очень популярное. Совершенно запрещено в западной педагогике. В скандинавской педагогике считается, что это выражение «одарённый ребёнок» абсолютно толерантное. Там, например, нам рассказывали, просто я три года назад была в такой большой делегации педагогов, как раз в скандинавских странах, и нам показывали школы в Финляндии, в Швейте и в Норвегии. Вот я хочу поделиться, пока вы... Вот такой утешительный слайд прекрасный. У них в шведской семье родители будут вешать на видное место диплом своего ребёнка, что он получил 34-е место в соревнованиях в отеле с 35-ти стримбовочек. Ну, теперь про... У них есть такое пустое, что все дети одарённые. Все. Поэтому, если мы кого-то называем, и особенно прилюдно одарённым там, ребёнком, мы поступаем некорректно по отношению к остальным. Ну, сравниваем. Ну да. И вот хочу рассказать про вот это вот чудо с кандинавской педагогики. Значит, вот в Финляндии мы были в школе, и поскольку на годом вот 30-ти людей, но человек нас разделили на маленькие группки, и я была на уроке английского языка в 6-м классе и на уроке математики в 12-м. Вот на уроке английского языка каждый ребёнок за свою партнер. Сидит, ну, может быть, в этой школе и так. Девочка пальчик подняла, почти надкинула, она не торопясь чем-то, по-фински. Сбук была такая, как фантачик питьевой воды, она попила воду, подумала, как раздумие отразилось, она и вообще не спешила, и ушла из класса. Ушла, через какое-то время вернулась. Ну, чтобы мы с вами подумали, ну, человек вышел на пиздец, в туалет, да. А оказывается, у них на каждом этаже есть кухоньки, и диванчики. Если ребёнок во время урока почувствовал голод, лёгкий, то он идёт, пьёт там чаёк, там есть печенышечки, конфетки. Нашим удивило, когда всё объяснили, что она уходила покушать, наших поразило не то, что она уходила, а что она вернулась, что там не весь класс сидит. Потом в Швеции расскажу. В Швеции нас на урок не пустили, потому что спросили у детей, и дети сказали, нет, мы не хотим, чтобы на нас смотрели, хотим, чтобы на нас смотрели, да. И раз какой-то хотя бы один ребёнок сказал, что он не хочет, чтобы его видели, там, мы наблюдали за ним, не пустили никого. Но зато мы видели в процессе входа в класс. Учитель стоит в дверях, класс, ну, там, человек 18, на сцене было, там, немало их было. И он с каждым ребёнку сказал, там, здравствуй, Стивен, здравствуй, Марина, здравствуй, Томас. То есть он поздоровался с каждым. Процесс входа в класс это такое, знаете, прямо дело. Я не видела, как они выходят, может, там ещё как-то свидание говорит, но с большим уважением к каждому швейнему. И вот про это, про шведское образование, нас, вот по Швеции, вот по этим учреждениям, нас в основном вводили, показали, какие унизу учебные столовые, 14-15 салатов на выбор и так так далее. Вводила нас наша бывшая соотечественница, она из тонка по национальности Астрии, ну, когда-то вышла там со шведов, или за 60-ласс, наверное, очень интеллигентная жизнь, прекрасно говорит по-русски, по-шведски я не знаю. И вот она сказала нам такую вещь, когда рассказывали про образование. Она сказала, что у них в Швеции несколько лет тому назад было очень нашумевшее, широко обсуждавшееся социологическое исследование под названием. Почему шведов так мало среди победителей олимпийских игр? И выяснилось две причины. Первая причина, правда, дарюйтесь. Первая причина, что профессиональная музыка и профессиональный спорт занятия – это очень дарабое удовольствие. Мало какая семья может себе позволить, чтобы ребенок прошел все ступени вот от юмора до олимпийского чемпиона. Это огромный труд и вклад родителей. А вторая причина – причина национального воспитания. Там ребенка будет любить просто так, за то, что он есть. И там была у них строчка. Они сравнивали количество олимпийских чемпионов в России, в Китае, в Америке и в Креции. И пришли к выводу, что вот, например, у нас в России, в этом по секрету сказала, как бы, у нас система семейного воспитания такая, что ребенок должен заслужить людям. Доказательно. А в Швейце он может быть не чемпионом. Он может быть просто не кем-нибудь, а все равно его будут любить. Ну, уж про Норвегию займу я расскажу. Я бы тоже так говорила, что ей, что бы ни сделали, буду любить. Но! Ну, ладно! Скорее всего, народ понимал. Ну, видите, нас уже привезли в школу, ну, там, кто-то побывал на уроках. Нам показаны учительские. Учительская состоит из трех помещений. Ну, огромное помещение, где у каждого учителя есть свой стол или шкафчик, или полка. Стол и шкафчик, или полка. Ну, там фотографии животных, родных, у каждого комплекса. Кроме того, у каждого учителя, если ему мешают, там, может отградить такая классическая шерма, то есть ты можешь взять отградиться шермы, там, и себе наушнички, если мешает коллеге разговоры. Второе помещение, ну, больше, чем вот это, у нас конференция, больше. Огромный аварийный стол, у них там проходят предсоветы. Не так как у нас классика, когда директоры, там, замучи, там, учителя нет. Все коллеги равны, должно быть, а третье помещение. Затя комната релакс. Нам сказали так, что мы стараемся вставить расписание так, чтобы учителя не было свободного, там, вот, между уроками, это неудобно. Но если вдруг так происходит, он может пойти, там, там, два-три дивана, большой шкаф, каждый учитель привезет в подушку, одеяло, там большой аквариум с рыбками, звучит музыка, телевизор, то есть ты можешь там прилечь, но уж не говорю про то, что ты чьё упорбить. А рядом нет психолога. И вот теперь к этой чудесной картине этого скандинавского образования надо добавить три капли диоптии. Смотрите. Если учитель почувствовал, что у него с каким-то учеником конфликт, но вдруг, и пришел к психологу первым, и психолог зафиксировал в журнале, что этот учитель с женцем пришел к нему и сказал, что кажется у него с учеником седьмого класса намечается конфликт, а потом пришли родители этого ученика, учитель совершенно реабилитировал. Он пришел первый. А вот если ничего пришли родители с учеником, а учитель не приходил, вот тогда да, вплоть до подачи в сад. Ну наши учителя спрашивали скандинавов, как они вот, ну понимаете, у нас вопрос сколько ты получаешь, нормальный вопрос, у них это совершенно запретный вопрос, у них это вопрос так, как будто мы спросили, ну не знаю, цифр от сейфа, где лежат отличные сбережения. Нам отвечали так, что вот зависит от образования, от стажа, потом каждые три или пять лет они повышают квалификацию обязательно, потом есть еще такие недоплаты, у них есть родительский комитет, он как-то по-другому называется, то есть, ну и наш говорит, ну и нам это дополнительное занятие, они говорят, какие дополнительные занятия. Ну вы же занимаетесь учениками после, нет. Ну наши говорят, подождите, а во сколько вы уходите? Ну там у них тоже есть свои процедуры, они должны, например, каждый конспект у рук отзвести в общую базу. Если они пошутили, они должны туда пропечатать свою шутку, чтобы родители могли проверить, не обидела ли эта шутка кого-нибудь. Ну плюс электронный журнал уже что-то, ну чудес, вот это все. Но, как нам сказали, директор нашей школы входит из школы четыре часа. Но если будет атомная война, может быть, он идет пять минут в пятом. Хорошо. Ну, говорит, а если у вас плохо ребенок понимает, вот вы объясняете индивидуально, на нас смотрели, то есть потребуется это длинное объяснение, переводчика там все. Короче, если вдруг вы какому-нибудь ребенку скажете, оставаясь после урока, когда я тебе объясню эту тему, то родители ребенка, хотя он ребенок, могут подумать, что у вас кинул. А если ученик отстал, то в школе есть такая специальная служба специальных педагогов, которые там в каких-то случаях не могут знать. И вообще, это нам сказать, что обучение ученика это не дело учителя, это дело у родителей. Потому что социальная служба так работает, что если ребенок продуливает школу без уважительной причины, и это скрывается, то родители входят до лишения родительских прав. В помещении ребенка, в приемную семью, в интернат и так и так далее, и так далее. Поэтому, нет, это будет хорошо. Хорошо. Ну, скажите, все-таки нервно. А мы тогда еще все должны зафиксировать свою шутку. Да. Шутки, если ты... Такая шутка, она вообще идет как мухи, с пронтом. Нет. Ты если собираешься по шутке, ты будешь написать эту шутку туда. Хорошо. Поэтому то и шутки. Ну, они не шутки. То есть, может быть, они как-то, не знаю. Ну, ценностные ориентации. А все, поиск, смысл жизни. Не все так, не то, чтобы они прям хотят все развлекаться. По-моему, они уже наелятся, развлечены. Ну, понятное дело, что был процесс коллективизации, сейчас процесс индивидуализации. На первый план выходит ценностная ориентация, образованность, в отличие от 90-х годов. Настойчивость, решительное здоровье, внешность. И на последний план ушли чуткость, терпимость, умеется переживать. Доброта не попала в этот список вообще. Ну, это я опущу. Теперь вот про последние, про последние слайды. Про алькины. Измерением интеллектуального коэффициента, коэффициента интеллектуального развития, развития очень великолепных американцев, 70-е, 80-е годы 20-го века. И спустя так лет 40, эти же измерения пришли к нам. Но мало кто знает, вернее, там, которые не очень широко известно, что в те же 70-е годы был поставлен очень такой, я бы сказала, длительный психологический эксперимент. Были отобраны 1300 тогдашних подростков с очень высоким IQ. И, как сказать, было прослежено за их жизнью. Ну, конечно, там мерки американского успеха – это карьера, образование, достаток и хорошая здоровая семья. Только 30% из них достигли американского успеха. Более того, было выяснено уже в 90-х годах, что кроме IQ, американцы предложили измерять так называемый эмоциональный интеллект. Ну, разными буквами он обозначается. Сейчас общепринятое обозначение просто эти буквы перестают как UI, хотя как бы не отвечают начальнику, ну, в противорез интеллекту умственному. Так вот, эмоциональный интеллект – это способствует человека адаптироваться к обществу. И это такие качества, как терпимость, толерантность, тактичность, деликатность, умение учитывать мнения других людей. И так вот, люди с высоким эмоциональным интеллектом, с невысокими интеллектуальными, куда лучше пробиваются и устраиваются в жизни. То есть, в поле час космолчали, мы победим молчали. И побеждаем. Я закончила, есть вопросы? Поскольку мы имеем дело с другими людьми. Надо помнить за то, что они такие, как мы. Потому что часто человек негодует или сердится, потому что он предполагает, что другой такой же, как он. И не понимаем, что до другого не доходит там что-нибудь, что мы делаем, почему мы учим, только потому что мы рассчитываем на адекватное воскресенье, на адекватное нам воскресенье. А у них другое воскресенье. Кем нужно четко ставить задачу, объясняя этапы, которые он должен пройти, чтобы решить задачу. То есть, любую задачу нужно разбивать на этапы и делать их очень такими четкими. Во-вторых, за каждый этап он должен получать маленькое вознаграждение, хоть какое. Поскольку вознаграждением большим их не удивить, вообще вознаграждением их не удивить, но они привыкли его получать, поэтому без вознаграждения словесно в каких-то ерундовых поэтках, хоть треугольники из бумаги нарезьте красного цвета и выдавайте. Для них это будет показаться, что он пробивает вперед. Во-вторых, современный наш ученик, ему нужно объяснить, зачем он что-то делает. Они в этом смысле большие фрагматики. То есть, ты это учишь, потому что тебе нужно будет за тем, что он. А в-четвертых, ему при этом нужно предоставить возможность самому выбирать пути решения какой-то. То есть, мы ему обозначаем задачу, но не говорим, как ее достичь. Потому что в чем-то они гораздо более творческие, для чего, ну, в смысле поиска и нахаживания информации, это точно. Ну, и как пишут психологи, что это вот поколение, если говорить о нем вообще, это поколение прекрасных исполнителей, если к ним найти вот такой подход. И все, все, что у нас есть большое, надо членить на маленькие части, на маленькие кольца. А вот вслед за ним, вот те, кому сейчас 7, ну, 8, до 10 лет, но там вот эта гранюция размыта, оказывает вслед им, идет поколение альфа, идет поколение будущих руководителей. Потому что те детки, которые сейчас в детском саду и в начальной школе, уже в них так много сейчас родители вкладывают и так много им дают, что это будет, ну, по прогнозу, конечно, что тут будут люди, которые будут руководить вот этим поколением, которым сейчас 17-20. Ну, посмотрим. Дай богу, что там. Спасибо.